Что ж, собственно, сегодня нам аналитики BNP Парикбанка предлагают присмотреться к актерам производителя удобрений. Эта компания Акрон производит сложные колейные удобрения, находится на севере России. И, собственно, эта компания недооценена по сравнению с другими производителями аналогичных товаров. Недооценка составляет чуть более 10%. И это как первый мотив. А второй мотив состоит в том, что акции Акрона чрезвычайно волатильны. Акрона, соответственно, в моменты, когда индекс растет, растет сильнее индекса. А в момент, когда рынок снижается, падает сильнее рынка. И вот сейчас, когда, собственно, рынок корректируется и снижается, возможно, очень хороший момент для того, чтобы приобрести такую волатильную бумагу. Ведь она, собственно, очень сильно упадет. И когда рынок будет восстанавливаться, столь же сильно вырастет цене. Ну что ж, давайте, собственно, послушаем. Компания Акрон довольно интересный объект для инвестирования. Компания является крупным производителем сложных удобрений, таких как камеак, азотные и сложные удобрения, а также продукции органического синтеза и неорганической химии. Компания занимает 32% общего объема производства калий, содержащих сложных удобрений в России, объединяя три крупных производственных предприятия. Также компания располагает собственной транспортной инфраструктурой и международной с бытовой сетью. И развивает сырьевые проекты, такие как Валеньий ручей, Талитский участок на Верхнекамском, месторождение калийных солей. Во-первых, стоит отметить, что компания сравнительно недооценена рынком. Так, например, по показателю EVBDA 2011 года, который по нашим оценкам для этой компании составляет 3,8%. Предприятие торгуется с более чем 11% дисконтом к российским аналогам. Также важным фактором, который может послужить толчком для роста цен, является ожидаемый запуск проекта Оленей ручей. Проект должен полностью обеспечить потребности компании в апатитовом концентрате. Компания потребляет около 800 тысяч тонн концентрата в год. При этом годовая мощность проекта Оленей ручей на первом этапе только составляет 1 миллион тонн концентрата в год. И в дальнейшем ожидается, что будет рост мощности этого проекта увеличен в два раза. Кроме того, положительным фактором для акций предприятия является становительно интересная дивидендная доходность. И в этом году она может превысить 4%. Согласно дивидендной политике компании, предприятие выплачивает не менее 30% прибыли акционерам в виде дивидендов. Таким образом, учитывая все вот эти факторы, мы считаем, что у предприятия есть потенциал роста. Потенциал роста может составить более 35% на годовом интервале. Что касается рисков, то здесь стоит отметить, что компания торгуется с довольно высокой бетой. Бета – это коэффициент, который показывает относительное изменение стоимости акций компании по сравнению с изменением рынка. То есть, если, допустим, бета у компании один, то в случае, если компания оценена справедливо, она растет примерно с тем же стемпом, что и рынок в целом. Ну, соответственно, и падает. Если бета меньше, допустим, 0,5, то, соответственно, тогда динамика компании, она может быть менее волатильна, чем динамика рынка в целом. Бета, по нашему оценку, составляет порядка 1,3. Поэтому в случае возникновения волатильности на рынке вполне вероятны некоторые резкие движения и котировок акций компании «Акрон». Но, учитывая перечисленные выше факторы роста, здесь можно рекомендовать как раз на вот этих вот возможных падениях рынка и возможных каких-то краткосрочных снижениях акций компании производить покупки на горизонт год-полтора. Слушайте, Егор Киселев, аналитик ТКБ, БНП, Париба, банк, рекомендует присмотреться к акциям компании «Акрон». У нее есть множество плюсов. Ну, собственно говоря, компания платит хорошие дивиденды, и, собственно, компания недооценена по сравнению с аналогами на 10%. И, может быть, самый главный мотив сегодня – компания очень волатильна. Ее акции падают сильнее в моменты снижения индекса, как это, собственно, происходит сейчас. Снижение цен на «Акрон» должно обогнать индекс. Но, когда индекс начнет снова расти, «Акрон» обгонит его и даст лучшую прибыль. Ну, что ж, ну и, собственно, ТКБ, БНП, Париба полагает, что в ближайшие 12 месяцев акции «Акрон» принесут не менее 35% прибыли. Прибыли, что ж, это была наша сегодняшняя идея.